сколько там время 12 час жира это невыносимая патроны собирать не хватает 12 час были завтра на работу вот это дело привет парни с разрешительного стрельбища в сегодняшнем видео хотел бы вам рассказать о взвешивании пороха и как я это делал и как теперь я буду это делать так для начала я вам расскажу у меня был мой первый такой вот набор медицинских грузиков очень добротный набор здесь есть все грузики также к ним идут вот такие вот медицинские весы в принципе этот способ очень даже неплох если нужно добиться точной пылевой стрельбы то он не совсем годится потому что точности на весах добиться идеальной очень сложно то есть это очень кропотливая работа вот и поэтому я решил поднять свой уровень и приобрел вот такой вот замечательный набор фирмы хорнади это американская фирма мне этот набор привез мой один знакомый с Америки он там был заказал в интернет магазине вот этот называется триклер я вам покажу как он действует ну а это непосредственно сами весы ну что давайте распакуем так ну и смотрите что у нас шло вместе с весами вместе с весами шло вот такое блюдце для пороха вот и есть калибровочный грузик я еще не калибровал может быть и не буду так же есть инструкция инструкция как говорится русским не нужна мы потом ее почитаем если вдруг что-то сломается так для начала надо включить включить зажать оп вот они заработали что могу сказать про точность этих часов она звучит 0,005 как бы звучит так круто но на самом деле если разобраться обычные китайские весы у них точность 0,01 и если взять калькулятор то можно понять что здесь всего лишь в 2 раза точность лучше где-то примерно 1,02 ну просто такой маркетинговый ход вы возьмите 200 умножите на 5 получим 1000 и если 5 умножить на единицу то тоже получим вот как раз таки эти 5 вот в чем как бы такой вот маркетинговый ход в этих весах кажется звучит 0,005 точность но на самом деле вот эта вот пятерка она либо ноль либо пятерка то есть других цифр нету в погрешности вот вроде бы так ну что дальше давайте попробуем грузик грузик опа и 10,3 надо калибровать либо подождать пока он разогреется 10,3 ну на самом деле эти 10,3 нам постольку поскольку мы сейчас не будем калибровать ничего по тому что они еще может быть даже не разогрелись ну самое основное как бы у нас не то чтобы они точно были откалиброваны а то чтобы они точно показывали да вот что они допустим показывают 10,2 да с половиной получается как бы нам нужно в весах не точность грамм а точность стабильности но это в двенадцатом калибре если это нарезной конечно то там должна быть точность именно в граммах нужно сверять но давайте попробуем наши грузики медицинские ну допустим вот два грамма что показывают два и один надо немного обновлять возможно это связано с температурным режимом там я читал прежде чем выбрать конечно эти весы вот ладно все супер так ставим нашу мисочку и нам нужно нажать на ноль да обналилась отлично так давайте непосредственно по делу вот мы постановили наши весы давайте их снимем вот так обнулили здесь можно поменять в гранах в гранах в гранах короче в грамма в гранах там еще что в унциях по моему там три варианта но нам нам самое главное грамма пока что пока нарезного нету нам самое главное это грамма так вот мои любимые пульки они уже готовы к снаряжению капсуля собраны осталось только отмерить порох и собрать закруткой также что хочу сказать по поводу моего старого способа в чем он заключался заключался в том что нам нужно было берем допустим брал я два грамма сюда вложим сыпал ложечкой на на пока не выровняется весы порох но они постоянно вот так вот плясали в какой-то точности не было феноменальной и после чего я брал вот вот такая есть у меня воронка на 12 калибр и засыпал порох в принципе что это довольно таки удобно и быстро то есть сразу перевернул и засыпал и дальше идет на сборку здесь немножко все по-другому высыпите в эту скажем тарелочку для пороха после чего высыпаете в патрон и дальше продолжаем но здесь вот именно процесс более точного насыпания служит вот этот вот триклерс он когда крутится вот так вот если его крутить он будет понемножку сыпать порох но само это устройство да оно рассчитано на нарезные пороха то есть чтобы минимум минимум сыпать в общем также это очень дешевый вариант дешманский скажем так пластмассовый есть более дорогие чугунные то есть чтобы не прокидывался чтобы он не дергался лишнее не сыпанулось возможно я его усовершенствую залью вот эту часть я не знаю куском свинца и посажу ее на засыплю свинцом а после вот это донышко залью клеем термо и какую-нибудь прокладочку сюда поставим ну посмотрим я потом покажу какое усовершенство эту часть если она меня не будет устраивать но я думаю пока что на первое время все будет хорошо так ну что давайте пробуем насыпать у нас они стоят по нулям вот знаете вот прям вот стол шевелить нельзя вот достаточно чуть немного шатнуть и они тут же начинают показывать какое-то изменение настолько настолько нервные эти часы скажем так ну что вот у нас есть такая мерилка мы будем отсыпать 2 грамма первый раз и у нас 1 грамм с чем-то но чуть меньше так хорошо теперь вот смотрите вот наше значение мы берем триклер и начинаем крутить 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 добавлять кропотливая работа по одной песчиночки добавляем вот здесь надо аккуратненько оп вот наши точные 2 грамма как это дело по старинке для дробового патрона это в принципе нормально это в принципе нормально сколько это точно ну я думаю 3 патрона хватит мы стреляем серию по 3 выстрела смотрим что у нас по нулям засыпаем и ну довольно таки точно смотрите 2 и 1 мы это насыпем дальше двоечка да ну тоже в принципе хорошо смотри может зря я тут трачусь все таки весы рулит и ну здесь вот разница уже получается 0,03 грамма так давайте теперь проверим нашу засыпанную приклефсом да ну-ка смотрим да не айс так запомнили 1,9 1,98 грамма рассыпем обратно половина половина рассыпали блин ладно перевесим все перевесим там что-то может оставаться 1,98 сюда и последний вариант 1,99 и 5 даже даже 2 грамма погрешность все-таки здесь тоже какая-то есть и в принципе медицинские весы не сильно то и уступают я думаю ну что ребята вот короче я собрал небольшую партию патронов ну как собрал взвесил порох в принципе вот этот способ он очень точен и я пробовал несколько раз на весах взвешивать здесь контролировать и разница примерно получалась не 2 грамма а 2 грамма допустим и 4 2 грамма ровно 2 грамма и 3 1,98 грамм ну 1,98 короче как бы в принципе вот этот способ на весах он довольно таки неплох для дроби он вообще замечательен также но здесь вот более точно но это мне нужно именно для пулевой стрельбы также что я хотел сказать по поводу закрут не знаю кому будет интересно мое мнение может там вообще никому не интересно у меня их 2 вида вот одну мне подарили и вторую одну я купил вот эту вот первую а вот эту мне подарили вот и как вы видите есть это все белорусское производство вот есть которая с резьбой она мне нравится больше но я ее немного совершенствовал ставил вот сюда прокладочку потому что ей как раз не хватает зажать контейнер красиво а вот это вот которая жмется рукой честно говоря мне не очень понравилось потому что нужно очень сильно давить и кажется что это сейчас может сломаться если жесткий пластик контейнер гильзы то это не всегда получается в итоге приходится перекручивать на этой короче если вот мое мнение что лучше брать вот эту вот но немножко усовершенствовать вот здесь вот нужно поставить шайбу таким макаром чтобы у вас вот здесь вот ничего не торчало то есть там впритык впритык не хватает вот оно раскручивается но это нормально но шайба вот прям вот полтора миллиметра где-то вот нужна чтобы закручивался хорошо патрон вот здесь честно говоря мне не очень нравится вроде крутишь вроде давишь а в итоге некрасиво получается зализано не знаю либо мне усилий не хватает но суть не в этом так ну вот такие замечательные весы замечательный триклер мне очень нравится в интернете спрашивал у человека мнение сказал что сокол плохо сыпется не верьте сыпется замечательно как и должно быть просто это такая щепетильная работа то есть понемножку по чуть-чуть он должен засыпаться вот ну что я надеюсь вам понравилось моё видео и увидимся в следующем видео на разрушительном стрельбище и проживаю видео